После войны сотрудники Института лесоведения Российской Академии Наук сделали посадку лиственниц. Для средней полосы России эти деревья не характерны, но, к удивлению ученых, дальневосточная лиственница в наших краях прижилась хорошо. Они дают не только хороший рост, но запас древесины в четыре раза больше, нежели любая наша местная порода древесины. Это до сих пор еще не было озвучено, но сейчас уже такие результаты у нас в этом году получены. И мало того, это отечественные, здесь не нужно никакого импортозамещения. В средней полосе мы можем своей очень хорошо помочь в эффективности, именно эффективности получения древесины в четыре раза превосходящей по массе, да и по качеству. Ученые Института лесоводства готовы не только поделиться своим опытом с коллегами из других регионов, но и провести детей по экотропам, чтобы показать красоту наших лесов. И рассказать о редких животных, которые в них водятся. Реализацию этого проекта и другие вопросы, связанные с наукой, обсудили участники круглого стола, который прошел в Одинцовском филиале МГИМО. 70-80% семян ввозятся в Россию и за рубежа. При этом научный центр овощеводства готов полностью заменить импортную продукцию своей. По большинству из этих сортов и гибридов овощных культур я могу ответственно заявить, что мы по многим параметрам превосходим на зарубежную аналогию. Разработкой семян занимается головная организация, расположенная во Внеисоке. В восьми филиалах происходит их размножение. Сейчас на счету Центра овощеводства более 600 сортов гибридов овощей. У нас единственная сложность сейчас, на данный момент, у нас нет рынка сбыта. Тот единственный магазин, который у нас есть на территории поселка Внеисок, к сожалению, не справляется. Вы нам задачу ставьте более, мы понимаем, что это в наших силах и форма поддержки такая возможная. Мы общаемся с бизнесом, с предпринимателями. Мы можем кому-то задачить, кого-то попросить по-хорошему на каком-то из прилавков разместить в большом торговом центре, допустим, сделать вставку по вашей компродукции. Приглашаю вас на принимать участие в ямах выходного дня. Это та возможность, когда непосредственно до потребителей вы можете достучаться со своей продукцией. И во всех больших мероприятиях, которые проводятся на территории района, самое ближайшее большое мероприятие, это 18 февраля, будет в Масленице, на поляне Захарова. В научных организациях Одинцовского района работают выдающиеся ученые. Правда, свой опыт им передать некому. Молодые специалисты идут сюда на работу неохотно. Здесь я просил бы вашей поддержки по оказанию, наверное, по решению жилищной проблемы. Если мы сможем хотя бы начать эту работу по предоставлению жилья, молодежь потянется. Молодые педагоги, молодые медики наши получают квартиры. И дальше уже этот соцпакет мы тоже дорабатываем, докручиваем, чтобы как можно больше был приток молодых кадров на территории района. Думаю, что похожая программа должна заработать и по нашей науке. Участники круглого стола пришли к выводу. Многие проблемы, с которыми каждый день сталкиваются ученые, решаемы. И немаловажную роль в этом играет обратная связь, которая теперь будет постоянной. Продолжение следует... Спасибо.